Hello everybody! Бэт на плохом канале. Пан Америка на плохом канале. Вот. Сейчас я вам про него расскажу. Катался на этом мотоцикле, но, как вы, наверное, знаете, я нифига не эндурист, поэтому эндурных ощущений вы от меня не ждите, ненародных тоже не ждите, а ждите шоссейных, для которых, по-моему, этот мотоцикл и дело. Вот. Судя по тому, как он едет. Ну. Двигатель работает совсем безнепрежима. Ни хрена не привычно были. И как вы Двин вообще? Нет, спасибо большое. Спасибо, блядь. Пацаны, я так уважаю. Вот, ребят, спасибо. Давай. Ты пойдешь в историю. Ты даже не писаешь, какую. Не надо. Вот. Короче, а вообще мы решили записать вот про этот удивительный мотоцикл и для чего такие мотоциклы покупают. Ты купил первым мотоциклом вот это вот. Почему ты не купил бензе? Ну, то есть нормальный человек посмотрит на этот мотоцикл, ну, который хоть что-то соображает. Ты скажешь, ну, для понтов ты купил. Всю жизнь мечтал о Харлеях. Все детство смотрел фильмы американские с этими мотоциклами. Но придя в салон, переначально рассмотрел софтейл что-нибудь, либо брейкаут, либо футбоя. Но придя в салон, вот как раз завезли эти мотоциклы. Мне прям понравился. Ну, он и внешне достаточно красивый по сравнению с тем же гусем, если сравнивать с BMW, как мне кажется. И мне уж очень нравится вот этот скошенный дизайн передка наподобие роуд-глайда, которым тоже старой мечтам и я. Так что решил взять его на пробу и, мне кажется, не прогадал, потому что прям мод хороший. И по городу, и съезжал с дорог на легкое безорожье. Не без глюков, конечно, но это первый выход Харлея на рынок тур эндуро. Так что, мне кажется, что Харлею удалось получше выйти на этот рынок, чем BMW выйти на рынок Харлея со своим R18. Ну, там такой забавный мотоцикл. Сейчас BMW будут всякие газы тебе писать. Первый вопрос, который обычно всех интересует. Ты его в кредит покупал? Нет. Нет, это все еще было. Хорошо, хорошо. Да, все. Я... Причем тут... Потому что сейчас он стоит, черт, сколько еще. А еще больше. А на разе они... Сейчас я просто на прошлой неделе был в салоне. Street Glide Special стоит 4,5-5. Стоят. Ну, новый, 22-го модельного года. Понятно. Этот я даже не узнал. Ну, мне кажется, 3,5 может быть. То есть, короче, ты его купил для бытовых целей. Ну, просто каких-то. Да, для себя. Не просто там, вот какой-то у тебя был кругосветный путь какой-то там намечен, чтобы ты куда-то поехал, куда-то там в Магадан. Вот, или какой-то там, ну, жесткий, пересеченный какой-то маршрут. Вот, и на что-то там просто взял и купил. Подождите! Стоп, стоп! Привет! especial! Воскребая! Воскребая! Да, просто нужно собрать один из этих треков и пытаться оставить в них. Алло, тогда предлагаю тень найти и там остыть. Ну, мысли о дальняках у меня тоже есть, они всегда присутствовали, но пока еще прям дальняков-то не было. Пока так, что катаюсь город около города, плюс 200 километров от города. Не понятно, а чтобы отъехать, это надо взять два дня просто и отъехать куда-нибудь. И после двух дней уже, в принципе, неважно куда ехать, можно ехать в Магадан или там за один день, да, тут все обратно. Ну окей, Влад, слушай, ну и что ты как владелец вот этого вот, да, удивительного произведения Карли Дейтсон может сказать по как оно едет. Ведь у тебя, правда, единственное, что интересный случай, у тебя первый мотоцикл, поэтому тебе не с чем сравнить. Нет, есть сравнение с чем с маленькими гусями, но это все из мотошколы. Ну и, соответственно, из какого-то там детства были зиды. Зид 200, сова или курьер, я уж не помню там, что конкретно было, но такие. Ну, едет он, и он немножко потряхивает, как Харлея, потому что пересаживаясь на гуся, ну, более мелкого, не литр 250, а какие-то там 700-800 есть, тот прям работает ровно, этот так подергивает по-харлеевски. Коробка идеально работает, и нейтралка включается, все, что говорят про Харлея. Ну, может быть, и все говорят про какие-то большие. Ну, это другая жизнь совсем, да. Это другая жизнь вообще. Я к тому, ну, по, как сказать, езде там должны быть какие-то особенности. Ну, что-то там у него должно быть, ну, ты как-то вот пристаешь там где-то. Он, кстати говоря, я что заметил, он очень юркий. На нем вот прям удобно и между ряде, и контр-свес, и поворачивать прям. В этом смысле, несмотря на его габариты, размеры, он на самом деле тяжелый там. Далеко за 200 он килограмм. Далеко за 200 это не тяжелый? Под 300. Это если ты не тяжелый? Нет. Современный спортсмен. Большие Харлеи под 400 весит, да? Ну, да, и это как бы, поэтому я не могу сказать, что... Ну, слушай, а то, что он высокий, у тебя рост где-то метр девяносто, а метр восемьдесят. Метр восемьдесят восемь, да, рост. Но здесь сиденье регулируется в двух положениях. Оно, по-моему, честно, самое... Его надо где-то снять. А, да, да. Вот. Ну, мне самый кайф еще, не конкретно этого экземпляра, вообще, для более низких людей, то, что у них есть версии с невмой, и на светофоре, когда ты подъезжаешь, она опускается. Соответственно, низкий человек может тронуться ногами до земли. Но мне-то с моим ростом нормально, я специально без нее брал. А ты сам пользуешься, там не уже режимы есть, подвески, фигецкие же всего этого? Это режим электронный? Режимы мотора есть, ну, езды, как бы дорожные, спорт. Внедорожный не выбирал ни разу, но между спортом и дорожным разница ощутима. Ну, я езжу на дорожном. Ну, ты пробовал затыкать-то? Да, да, конечно. Ну, вот я и спрашиваю, там какая-то есть? Ну, отклик, он более становится резвым, если про спорт мы говорим, про режим дорожный, он такой вот бальяжный. Подвеска, по-моему, опять же, здесь в зависимости от экспекации, мне кажется, но регулируема именно та, которая пневма. Так как у меня ни пневма, она не регулируется. То есть она там, ее можно подкрутить жестче, мягче, но не более того. Понятно. Так, слушай, и какой промежуток ты вот на нем, не слезая, проезжал? Вот просто интересно, как с такой посадкой, вот с первым мотоциклом, из грыжи, кстати говоря, позвоночника можно ездить? 200 километров я просто не слезаю. И нормально? Да, да, абсолютно нормально. Ну, у него здесь такая расслабленная посадка, ничего. Единственное, что оно здесь регулируется в двух положениях, собственно, вот это самое высокое, все равно задувает. Ну, как бы здесь всякие настройки можно уже приобрести. Вот это вот единственный момент, который как бы на скорости напрягает, но в целом я бы доволен. Слушай, он свет установил дополнительный. А, эти светят просто идеально ночью и дальние, причем и ближние. Ну, это ближние. Ну, это, в смысле, оригинальная харлеевская тема. Ну, это этих сайгаков гонять. И стрелять с него, наверное. Понятно. Ну, слушай, а ты его там делал? Сколько ты на него проехал? Ну, наверное, по тысяче проехал. Ну, ты еще нормально, не 100 километров. Ну, первое ТО 600 километров, собственно, да, делал. ТО, когда? В мае месяце. А, то есть ты в прошлом году купил? Я купил перед зимой, ну, осенью, наверное. А, ага. И, кстати, катался на нем на площадке. Но на площадке на нем кататься невыносимо, потому что мотор греется на первой, второй передаче. А, ага. И ноги обжигает. Ну, собственно, что ожидать можно было еще? Слушай, ну, и, не знаю, меня лично точно интересно. Я думаю, что всем остальным то же самое будет интересно. У нас же в стране интересует только практически одно. И сколько стоило ТО? Вот такой вот цикл мне интересный. Просто официальный универ, как я понимаю. Честно, даже не помню. Круто. Я могу посмотреть в бумагах, потому что... Нет, если ты не помнишь, сколько стоит ТО, значит, как бы, тебе достаточно. То есть это не то, что ты приехал. Потому что у меня помимо ТО... И до сих пор помню, сколько оно стоило. У меня помимо ТО там еще было куча дополнительных... То есть там дуги вешали, еще что-то делали. Слушай, а у тебя... От поворотных света. Нет, подожди, подожди. Вот объясни мне то, что милечный, это очень интересно. А у тебя есть какая-то тусовка мотоциклистов каких-то? Ну, какие-то знакомые у тебя, которые катаются вот на таком безобразии? Нет, на таком безобразии точно нет. Хорошо, на любом. Причем, более того, у меня из знакомых есть любители японских. Мотоциклов и Харли, они не понимают, конечно, в большинстве своем. Не-не-не, ну подожди, у тебя же есть мотоциклисты знакомые? Лучше вот так вот. Ну, есть какой-то круг, да. Небольшой, но есть. Ну, вот они ездят на новых мотоциклах по городу тоже? В кафе или нет? Вот просто интересно. Ну, какая-то же у тебя какой-то есть этот круг знакомых как-то? И вдруг ты вот взял и что-то вот... Нет, ну... С фильмов я понял. Они не те фильмы смотрели. С ССС. Японские смотрят фильмы такие. Да, японские. И есть пару боемвистов на гусях, кстати говоря. Ага. Ну, это... На самом деле, такие мотоциклы, ну, вот, среди моих знакомых никто за городом по бездорожью-то не использовал. Чисто. Город. Трасса. Ну, может быть, съехать в опересчённое место и кататься. Слушай, а кофры у него есть, кстати? Кофры есть. Ну, у меня их нету, но вообще они нескольких видов, причём даже есть. Огромные, ну, как на гусях такие. Ну, да-да-да. Коробки алюминиевые есть. Есть ещё какие-то типа под спорт заточенные, мягкие. И есть вообще чуть ли не кожаные, где кожаные там мягкие, такие, как сумки для с двух сторон. Угу. Но это всё сейчас же заказ из Америки. Я вон эти-то пары ждал, пока мне придут 6 или 8 недель. Ну, это так ничего, если ты через такую компанию заказываешь. Постоянет с гусём, он ниже, вот, и достаточно интересная у него, как бы, всякая посадка. То есть я нормально достаю. Вот. Ну, вот эти вот мидлы, конечно, для меня это кошмар. Вот тут посадка вперёд. Вот. По поводу двигателя, что могу сказать? Я не могу сказать, не назвать его тигавитом, ребята. Не могу. Вот. По сравнению с Вэтвином обычным, нет. Я никак не могу сказать, что он нормально едет. Но здесь есть ощущение Вэтвина. Забавные такие. Вот. Они начинаются при, ну, таком, каком-то таком яром газу. То есть он по-своему как-то работает. То есть не просто скучная херня. То есть на нём есть вот такая вот штуковина. Вот. Ну, подвеска обычная такая, мягкая. Я бы назвал его таким, ну, тоже паркетный джип. То есть он выглядит как такой мотоцикл, вот, для каких-то там вот серьёзных бездорожных, ну, такого, конечно, мягкого. Вот. Я бы не сказал о нём. Вот. Наверное, на нём можно вот это делать. Ну, я думаю, и на спонстере тоже это можно делать. Вот. Меню не отвлекает ни хера. Стекло отличное. Вот. С него как бы ничего никуда не задувает. То есть всё нормально. Вот. А, чё ещё? Ну, вот. Интересная такая подножка. То есть её надо ещё найти. Можно её потерять. Вот. По ускорениям, то есть я тут чуть, конечно, по скоростям попутался. Вот. Ну, и не могу сказать, что прям очень сильно. А сейчас вот у меня всех на спонстере приедут, и мы послушаем, что он скажет. Любовь. Их не третий. Да? Нет. Все кримое масло. Все прямо там все море. Не поймал, не поймал, не поймал. А ты меня любишь файлфайл, итальянский. Ну как? Ощущение суперский. Звук. Ради этого звука могу. Ну у него вот вибрация двигателя есть. Не очень привычно. Ну это там, извините, вместо этого меня, мне самому неудобно. Ну да. Не то просто. Тело не в руле, а в моторе самом. Не, мотор прям супер. А я про это расскажу. У него это такой, ну он выглядит как... Ну то есть вот есть это 48-й, который выглядит как такой серьезный, бля, мотоцикл, как он валит. А он такой типа по городу ездит. И это примерно так же. То есть он выглядит как прям суровая такая херь. Очень такая жестокая прямо. А вот он прям... Вот на нем никуда съезжать не хочется. Вообще. Никакого желания. Он и так отлично едет по дороге. То есть у него каких-то отличительных черт, честно говоря, я не нашел. Но! Я вот про себя могу сказать, что вот я не могу назвать этот мотор тяговидом. Он как-то... Или он... Вот такой режим у него стоит. Или он весь задушный какой-то. Ну как бы... Во-первых, он задушный, я думаю, да. А во-вторых, ты спорт-то не пробовал включать? Нет. Нет. Он... Заметный. Заметно раньше, да? Да. Тормоза... Ну, обычные тормоза. Как если, чтобы он в пол, я не могу сказать, что он встает. Подвеска очень... Ну, какой комфортный быт, ну да. Просто такой... Который выглядит как... Такой какой-то... Недорог. Выглядит, да, такой-то... Недорог. Вот. Но, конечно, это можно назвать так. Вот. Вот этот момент, да. Если кто не в курсе. Вот. Здесь... То есть, вот, человек записывал. Я на всякий случай повторюсь, и кто его ролик не смотрел. У нас идет выхлопная труба, и рядом с ним патрубка охлаждения. Вот. При перегреве мото, даже вон сейчас чувствуется, патрубка очень-очень горячий. И весь вероятность того, что он просто нахер расплавится. И все вот... Вот это вот. Это же у нас не воздушное охлаждение, а жидкостное. Вот. И все это, как бы, превратится в черное этого что. Почему я это не сделал, не давать, не знаю. Но, если вы решили купить такой мотоцикл, лучше вот этим местом заняться. Просто обычным колхозом там. Резки подкладывать за вторую. И холодильник нужно поставить. Ну, или точнее, здесь вот странно вылезен патрубок. То есть его, в принципе, теоретически можно было загнуть как-нибудь по-другому. Но им так нравится. Вот. Больше вот каких-то вот... Вот я не пультами, честно говоря, не попользовался. Они для меня удивительные. Я сейчас думаю, сейчас начнете нажму, и произойдет какая-нибудь какая-нибудь гудка прикольная. Не, поворотник. Это музыка. О! Хорошо, что я туда не нажал. Да. А здесь... Сейчас загрузится. Просто режим здесь можно... Сейчас. Держим товар. Карту можно выводить, но это надо через приложение Харлили, я так понял. Музыка, настройки, диагностику можно. Ну, теперь... По-русски? Вау! Это круто! Да. Русский язык. Так, все еще. Не! А поворот-то у него где? Повороты? Поворотники? А, японский. Ну смешно. Да-да-да-да. Они уже на... На общем они сделали. И нас просто резком такие же. Вот. Не могу. По-моему, такие же. Все тоже самое. Только у него, по-моему, бачок. Могу путать, по-моему, по-другому. А так вот очень комфортный такой мотоцикл. Ну, не голда, конечно. Ну, далеко не голда. Ну, так... Не-не-не, ни хрена. Вообще автомобили. Военный. Я тебе скажу. Вон еще по бездорожью там. Приходи глядеть. Ума любоваться. Пан или пропал? Выбираю пана. Вы? Я тоже выбираю пана.